Сейчас ей 39 лет, и она только недавно перестала быть содержанкой. Богатые и влиятельные ухажеры держали ее в ежовых рукавицах, и наша героиня еле-еле сбежала из золотой клетки, найдя свое женское счастье с бывшим наркоманом Ильей Любимовым. Сейчас у актрисы двое детей и верующий муж, с которым она состояла в платонических отношениях целый год, прежде чем обвенчаться в церкви. Через что прошла невероятно красивая и обворожительная Екатерина Вилкова, на пути к своей славе. Она решила стать актрисой после каникул в детском лагере, где с удовольствием ходила в театральный кружок. Но предпочтение все же отдала кинематографу. Там и гонорары выше, и поклонников больше. Екатерину Вилкову знают по ролям в таких известных фильмах, как «На крючке», «Последний богатырь», «Три мушкетера» и картине «О зоре здесь тихие». Но кому она обязана своей карьерой? В Москву она приехала вместе с избранником Денисом Фроловым, но там же их пути резко разошлись. Молодой человек был крайне недоволен актерским будущим Екатерины. Она не внушала доверия, как надежный партнер. То же самое потом скажет и режиссер Михаил Шевчук, с которым у Вилковой были серьезные отношения. Несмотря на разницу в возрасте 21 год, они отлично смотрелись вместе, а знакомые пророчили им свадьбу. Но Михаил страстно ревновал любимую, закатывал скандалы, устраивал расследование. Вскоре актрисе надоела такая жизнь, и в один день она закончила отношения с абьюзером, не подозревая, что опять наступит на те же грабли. Писатель Дмитрий Липскеров заваливал ее цветами, комплиментами, а после начала серьезных отношений стал контролировать, запрещать выходить на цветки мероприятия, и даже одежду выбирал для актрисы сам. Казалось, счастье построить уже не получится, поэтому Вилкова решила обратиться к Богу, дабы найти утешение и ответы на свои вопросы. Она пошла в храм и увидела там Илью Любимого, который усердно прислуживал батюшке. Они были знакомы лишь вскользь, однажды встретившись на фотосессии для журнала. Молодые люди обменялись тогда номерами телефонов, но звонить друг другу не стали. И вот сама судьба свела их вновь. Илья искал девушку, которая верит в Бога, ведь сам не так давно встал на путь праведной жизни после разгульной молодости, беспорядочных связей и наркомании. После второй встречи они больше не расставались. Илья через месяц обратился к своему духовному наставнику, дабы получить согласие на брак, но ему посоветовали подождать хотя бы год. И все 12 месяцев актеры познавали друг друга в духовном плане, а потом, наконец-то, поженились, обвенчавшись на следующий день. В браке родились двое детей – дочь Павла и сын Петр. Имена актеры выбирали по всем православным правилам. По этим же правилам стараются жить – не грешить, не завидовать и любить друг друга. Сейчас семейная пара по-прежнему востребована в мире кинематографа, но Екатерина утверждает, что ради семьи готова бросить карьеру. А вы как думаете, действительно ли Екатерина Вилкова и Илья Любимов смогли создать крепкую семью, несмотря на разгульную молодость? Пишите ответы в комментариях.